Приветствую вас, мои дорогие друзья и гости моего канала Цветочный сад у Аленушки. Продолжаю вам делать обзоры своих любимцев в моем саду. Сегодня вашему вниманию два растения, два почвопокровника. Почвопокровников многолетников у меня в моем саду очень много, но есть все же любимцы. Итак, первое растение это флокс шаловидный. Вот такой прекрасный почвопокровник. Растение обильно цветет. Своё название шаловидный флокс получил из-за формы листьев. Они узкие, жесткие, заостренные, похожие на маленькие елочки. Еще называют это растение ковровым, стелющимся. Высота растения небольшая, достигает 15-17 см. Образует вечно зеленые плотные коврики. Даже тогда, когда растение не цветет, а растет сплошным зеленым ковром, то очень красиво тоже смотрится по соседству с другими растениями. Лежачие стебли с очень короткими междуузлями сплошь покрыты тесно сидящими узкими и жесткими листочками до 2 см длиной. Стебельки заканчиваются цветоносами, несущими 1-2 цветка каждой. Цветки диаметр около 25 мм. И расцветок у этого растения очень много. Розовые, белые, пурпурные, лиловые. Окраски различной тональности. Цветет растение с середины мая и до конца первой декады июня. Вторичное и менее обильно в августе-сентябре. Такое растение является настоящим украшением, как вдоль бордюра, так и можно оформить каменистые горки, миксбордеры, подпорные какие-то стенки. Также приствольный круг дерева очень красиво будет смотреться. Такое растение, друзья, является настоящим украшением любого уголка вашего сада. Многие сорта у меня находятся на размножении. Вот такие небольшие куртинки наросли. Но они нарастают быстро, за один сезон. Растение очень неприхотливое, пластичное. Может мириться с самыми неблагоприятными условиями произрастания. И все же, чтобы эффектно выглядел и обильно цивил ваш сад, именно это растение, как шаловидный флокс, нужно создать условия. Это сухие песчаные холмики, каменистые, также зоны участка, скалистые склоны, вдоль бордюра. Главным требованием при выборах места, это, конечно, обилие света и солнца. Растение очень-очень светолюбивое. Шаловидные флоксы, растения, они засухоустойчивые и не выносят застои влаги. Поэтому вот такое растение я предлагаю, если у кого нет в саду, обязательно приобретайте. У меня, кстати, есть излишки. Проходите в мои одноклассники, ссылочка будет под этим видео, друзья. Ну а теперь хочу показать еще одно растение. Это мой любимый почвопокровник абриета. Первая половина весны скупа на цветущие растения, но есть совершенно особенное растение, которым невозможно налюбоваться. Это многолетний, вечно зеленый почвопокровник абриета. Думаю, те, кто видел невысокие подушки или, как мы говорим, куртинки этого растения во время цветения, наверняка захотели иметь у себя в саду такое цветущее, весеннее, красивое растение. Спешу вас обрадовать, абриета – это очень неприхотливое и легкое в уходе растение. И те, кто говорят, что абриета – сложное выращивание растения, нет, это неправда. Абриета любит солнце, по крайней мере, так считают большинство садоводов. На самом деле она, как показывает мой опыт, вполне себе хорошо растет и выглядит даже рядом растущими кустарниками, деревьями. Потому что у меня рядом растет абрикосина и даже небольшая полутень делает растение цветущим и никаких сложностей нет. Плотная подушка высотой около 10 см светло-зеленых, слегка опущенных овальных листочков уже во второй декаде апреля постепенно покрывается сотнями мелких размеров, примерно в один сантиметр цветков. Абриета отлично смотрится возле камней, вдоль дорожки. Она как бы сглаживает, гармонично объединяет с остальным ландшафтом другие растения. Сажаете абриету на каменистых горках, альпинариях, возле подпорных стен. Это будет лучшим решением и для вашего ландшафтного дизайна, для самого растения. Дело в том, что от камней абриета тоже получает пользу, нагреваясь солнцем. Камни дают дополнительное тепло холодными ночами и высушивают излишнюю влагу. А избиток воды абриета не любит, так же, как и не любит богатой, унавоженной почвы. Друзья, я выращиваю свою абриету двумя способами. Пробовала в этом году выращивать и сразу посевом в открытый грунт. Это тоже отличное решение. Но сейчас поподробнее хочу вам рассказать, как вырастить. Итак, первый способ, это мы выращиваем рассадным способом. То есть, сеем на рассаду в квартирных условиях. В этом году я тоже буду так же сеять ценные экземпляры. Разделила семена, профсемена. Буду сеять так же в торф, стаканчики в торфяные выращивать, как в предыдущем году я выращивала. Часть растений буду сеять в открытый грунт. И так же отлично растение размножается вегетативно. То есть, мы укореняем черенки от основного растения. И получается тоже отличный результат. Конечно, надо учитывать то, что растения не любят переувлажнение. И поэтому я постепенно всегда подсыпаю песок в прикорневую зону растений. И никогда растение не болеет. Не замечала никогда, что есть нападение вредителей. То есть, я не обрабатываю ни от болезней, ни от вредителей. Уже лет, наверное, может быть 6 у меня абриета растет на моем участке. И я довольствуюсь такой красотой. И каждый год подсаживаю все больше и больше этого прекрасного растения. В этом году у меня планы на абриету. Потому что один участок я хочу побольше засеять этим растением. Но одна проблема в том, что в первый год посева это растение не зацветет. Только зацветет на следующий год. Поэтому это стоит учесть. И для того, чтобы много не занимать места на окошке, на стеллажах, основную массу я буду сеять сразу в открытый грунт. Вам показывала уже видео в начале сезона этого года, 2022, как я выращиваю в открытом грунте. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Будем вместе сеять и растить. И после того, как растение наше отцвело, после цветения, а длится оно около 30-40 дней, растение стоит подстричь. Это усилит рост, позволит избежать образования некрасивых проплешин и вызовет, самое главное, вторую волну цветения, но уже осенью. Осенью, когда нарастет хорошая зеленая масса, мы ее не стрижем, она уходит у нас в зиму и весной показывает свое красивое и пышное, друзья, цветение. Поэтому обязательно выращивайте почвопокровники у себя на участке. Это отличное решение для того, чтобы ваш сад, ваш участок цвел и благоухал. Понравилось видео, друзья, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Чтобы не пропустить дальнейшие мои видео, кликайте под видео на мой колокольчик. Я вам желаю здоровья, мира, удачи и до новых встреч, до новых интересных видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok